Помните, я говорил, что Назарбаеву советовали формировать обнальщиков из людей, которые не будут иметь каких-то политических амбиций, будут жить просто на широкую ногу, ездить на Байбахах, как Бентли, но не будут лезть в политику. Но Назарбаев совершает ошибку, о которой потом очень долго жалеет. Возможно, это, кстати, была запрограммированная диверсия. Изначально он договаривался с этими так называемыми «младотюрками» о том, что после миллениума он уходит, и кто-то из них станет президентом из этих 40 человек. Все они будут решать судьбу свою, будут править Казахстаном без его вмешательства и так далее. Каждый из них станет успешным, богатым человеком. Все они станут членами правительства, если захотят, конечно же. Но подходит миллениум, а Назарбаев уходить не собирается. Ему и не советуют уходить. План-то крылся в самостоятельной дискредитации Назарбаева, и он был еще не закончен. И Назарбаев потом начинает заниматься эхолалией, что полезли в политику вот эти вот бездари, хотя могли просто жить на широкую ногу, есть бургеры и так далее. Я иногда размышляю, ну зачем ему? Поверьте, особенно казахстан Баластна, считай, что он был в университете в Университете. Басхаерден Султана Буганшеев вызвали на Ултана Булдык, не гайд-кан-казах. Ну ты 10 раз сходи в этот ресторан, одень 10 костюмов, ну ешь там эти гамбургеры сколько хочешь, ну сколько можно. А Блязова, естественно, на эту тему сильно букурдивает, что ему в лицо кидают какие-то там костюмы, бургеры. Его можно понять, ведь ему изначально обещали договор на совершенно других условиях. Ему обещали возможность стать президентом. Он, может быть, ради этого, блин, 10 лет воровал до 2001 года. У человека жизнь, считайте, оборвалась, все планы. Он хотел президентом быть, а тут ему говорят, а иди дальше ворой. Посмотрите, что Назарбаев говорит. Он говорит, ну что ему там не хватало, 10 костюмов там может, мог одеть, 10 в рестораны сходить, банк, гамбургеров съесть, сколько угодно. Посмотрите мышление этого человека. Все-таки я думаю, что Блязова изначально создавали как проект, которого разводили в темную еще в начале 90-х. И арест Аблязова дальнейший связан и правда с его политической деятельностью. Точнее, с деятельностью детей Назарбаева. Ну, как говорит Абилов. Крепкая семья, это, наверное, прежде всего открытые, теплые, добрые отношения. Это внимание к друг другу. Не только со стороны родителей, но и со стороны детей. Вот дети сегодня пришли поприветствовать своего папу. Поговорить о... Подросли. Да, подросли поговорить о сегодня, о стране. Вы правильно заметили, да, потому что бизнес – это не только сам процесс зарабатывания денег и создания новых рабочих мест, но это новый образ жизни, это жизнь. Вот, поэтому эти люди, которые сделали себя за эти 10 лет, благодаря реформам, еще раз хочется подчеркнуть, и, конечно, есть о чем поговорить. Многое сделано, делается, вот, но, как вы сами правильно заметили, теперь много технических вопросов, которые мешают, и много вопросов, которые сдерживают развитие не только предпринимательства, но и, так сказать, другие вопросы, которые нас всех интересуют. И в 2001 году Назарбаев позвал своих деток, когда уже случился конфликт, для того, чтобы запугать их, и напомнить, кто они такие на самом деле. Детство ваше проходит. Время, когда мне приходилось каждого и всех вас опекать, оберегать от всех невзгод, вытаскивать из ям, куда вы попадали часто. Попадали потому, что вы начали бизнес при советских законах, когда вас всех, в общем-то, спекулянтами считали. А пока мы создали новые законы, выходили не там и не тут. Вы теперь же забыли все это. Но я отсюда все это видел, замечал, что придет время, именно таким способом, таким образом будет становиться наш отечественный бизнес. Время встречи хорошее. На той встрече Аблязов делает интересное заявление. Вдруг вспоминает про народ и какие-то там системные проблемы. Я хотел бы сказать, что из года в год можно угадать, что будет говорить в средстве массовой информации и какие проблемы будут обсуждаться. Например, весной и летом нет воды, осенью там нет топлива. Они из года в год повторяются, на юге будет проблема с электричеством и так далее. То есть это очевидные системные проблемы и необходимы структурные реформы. Я хочу сказать, что сейчас на юге вообще ситуация с водой, особенно Балматинской, Жамбульской, там, где особо серьезных проблем не было, проблемы есть серьезные. Никто этим серьезно не занимается. Каждый год одно и то же. То есть нет структурных реформ. Вы говорите, почему там хлопок не перерабатывается, почему там под кранем нет. Опять же, структурные реформы в отраслях, в сельском хозяйстве, легкой промышленности, к сожалению, далеко отстают от реалий сегодняшнего дня. Очень серьезно отстают. То есть этого нет. Но, Аблязов 10 лет молчал, он никак бы не волновала вот эта вся история про демократию, какие-то системные проблемы, он тихо воровал и все у него было хорошо. Люди наивно никак не могут понять, что же он вдруг вспомнил про демократию. Наверное, он стал патриотом. Контекст естественного диалога был вообще другой. Изначально, когда собрали банду вот этих вот фарцовщиков, младотюрков так называемых, в 91 году, в их числе Абилов, Аблязов, Жакянов и так далее, еще около 40 барыг, а позже их повезли в США показывать новым хозяевам, с ними был уговор, что Назарбаев правит до миллениума. Потом уходит смена тысячелетия, смена поколений. В политтехнологиях очень много вот такого символизма всегда. 10 лет быстро прошло, 10 лет независимости. Вы правильно подчеркнули, что можно подвести черту? Смена поколения должна произойти вот на этих вот так называемых младотюрков. За 10 лет большая часть так называемых младотюрков, как они себя называли, она отвалилась. То есть они потеряли вот эти политические амбиции и осталось всего несколько человек. Позже они основали ДВК. И вот эта вот фраза с критикой Назарбаева была как раз таки заявлением, что Аблязов имеет политические амбиции. Ему же обещали в конце концов. И судя по выражению лица, Назарбаев понял правильно эту угрозу. А также судя по ехидной, детской, наивной ухмылке самовлюбленного Аблязова, тоже понятно, чем он мотивировал. Тогда-то и началась так называемая политическая гонка Аблязова с Назарбаевым. Но Аблязов сильно переоценил свои интеллектуальные способности. Я вот прошу прощения, что вот как бы критикуют. Пожалуйста, пожалуйста, критикуют. Сейчас нам кажется, что у Аблязова не было шансов тогда вообще. На самом деле, все было далеко не так тогда, однозначно. Напомню, что все деньги были у так называемых молодотюрков и для этого и создавали. Это были обнальщики, кошельки Назарбаева. Но они тогда еще не были такими прям кошельками, прям настолько зависимыми от Назарбаева. А Назарбаев имел лишь административный ресурс. Это программировалось изначально. И исход битвы был вовсе не очевиден. И это легко читается, кстати говоря, во взгляде Назарбаева. И в свою очередь Назарбаев же предлагал молодотюркам дальше продолжать обналить его. И намекал им, что он их в люди вывел в свет, превратил в людей, в каких-то бизнесменов. Самый главный вопрос. Десять лет независимости прожили мы. Всякое было. Трудности. Одни не говорили такие, другие такие. Ну не бывает. В истории ни разу не произошло в таких переворотах, поворотах, чтобы была идеальная приватизация. Первичный капитал собирался во всех государствах, начиная с самых больших, самым разным образом. Гангстерами, даже бандитами с большой дороги. Слава Богу, таких громких не было у нас. Мелких было, которых, может быть, не заметила общественность и мир. Так складывается, но не хотим мы этого, конечно. Общество не хочет, простой народ не хочет. Ну так складывается. Но раз так сложилось, мы молодое государство, я подумал, что надо подвести черту. Десять лет государства. Все, что было, пусть остается там. Дальше будем работать честно, транспорентно на государство, вкладывая эти деньги в страну. Ну если так не будет, то это будет разочарование и другие размышления. Получается, Назарбаев обещал им как бы власть изначально, а сделал лишь своими шестерками, обнальщиками, кошельками. По сути, он сам виноват. Хотя, возможно, это была все диверсия. Так как кандидатов одабривали советники еще в 1991 году, которые советовали Назарбаева, вот этих вот людей. И, возможно, они изначально заложили конкурента Назарбаева. То есть, они, может быть, много конкурентов заложили, остался один Аблязор. И все это развели в темную. В 2001 году была создана уже партия ДВК. И Назарбаев, понимая свою уязвимость, положение, позиции, пытается все еще договориться с Аблязовым. И Аблязов, на самом деле, не очень-то и хотел договариваться. Если что-то я в жизни добился, я добился вопреки вам. А работал я не на вас, а на страну. Если вы хотите чего-либо изменить, то делайте, не пытайтесь меня запугать, что посадят в тюрьму, отберете и так далее. Затем он перешел уже на уговоры.